МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фильм о любви и сострадании на скотобойне получил главный приз Берлинского кинофестиваля. Третий день Мюнхенской конференции и второй день скандала между Россией, Украиной и США. В разгар конференции по безопасности Кремль признал действительными так называемые паспорта, так называемых ДНР и ЛНР. Это оккупированные украинские территории под контролем пророссийских боевиков. Указ подписал президент Российской Федерации. Стоит отметить, в Мюнхене сейчас находится президент Украины, вице-президент США и глава МИД России. Я сообщил вице-президенту США Майку Пенсу о недавнем решении президента Путина признать паспорта оккупированных украинских территорий, так называемых ЛНР и ДНР. По моему мнению, это еще одно доказательство российской оккупации, так же, как и нарушение России международного законодательства. Символично, что это произошло во время Мюнхенской конференции. В указе о легализации так называемых документов, так называемых ДНР и ЛНР, говорится, что действительными на территории России станут дипломы в образовании, свидетельства о рождении и смерти, а так же номера автомобилей и небольшая сноска. Документы непризнанных республик Москва признала, цитата, до урегулирования конфликта, то есть временно. В сугубо гуманитарных соображениях, на тот период, пока не будет полностью выполнена минская договоренность, пока не урегулируется все, что требуется урегулировать в соответствии с минским комплексом мер, указом президента разрешено принимать те удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, Донецка и Луганска, для того, чтобы они могли и в Россию попадать легитимно, и затем перемещаться на железнодорожном, авиационном транспорте по Российской Федерации. Напомним, в этот же день еврокомиссар Федерико Магирини заявила, что ЕС будет добиваться выполнения минских соглашений и разрешения конфликта на Донбассе, а американский вице-президент Майк Пенс подтвердил требования придерживаться минских договоренностей. Президент США Дональд Трамп пообещал увеличить число рабочих мест в США, а компании, выводящие за пределы Америки свои производства, наказывать. Об этом он заявил во время визита на один из крупнейших заводов корпорации Boeing в Норд-Чарлестоне в штате Южная Каролина. Трамп принял участие в презентации новой версии пассажирского Boeing 787 Dreamliner с большим количеством посадочных мест и увеличенной грузоподъемностью. Президент Америки подчеркнул, что не забыл свое предвыборное обещание возвращения в США промышленного производства и создания рабочих мест. Мы хотим и мы обязаны облегчить условия для промышленного производства в нашей стране и сильно затруднить его вывод за границу. Как президент я готов сделать все возможное для того, чтобы реализовать силу Америки и вернуть людей на работу. Это наша мантра. Покупай американское и бери на работу американца. В своем выступлении Трамп также пообещал укрепить американские вооруженные силы. Он рассказал, что власти страны сейчас рассматривают возможность закупки партии многоцелевых истребителей FA-18 и F-Super Hornet. Мы собираемся полностью перестроить наши вооруженные силы. Мы серьезно рассматриваем большой заказ. Проблема в том, что с Деннисом Мюлленбургом, главой компании Boeing, очень непросто вести переговоры. Но я думаю, у нас получится. Самолеты Hornet сейчас основные боевые самолеты американских военно-морских сил. Они задействованы в ряде операций, в том числе в борьбе с исламским государством в Ираке и Сирии. Ранее Трамп заявлял, что если их стоимость не сократится, он может отказаться от их закупки и заказать у Boeing сравнимые по показателям, но более дешевые, Super Hornet. Из Южной Каролины Трамп отправился во Флориду, где в субботу он намерен выступить перед своими сторонниками. Ожидается, что на митинге в городе Мельбурн соберется около 30 тысяч человек. Еще один подозреваемый в убийстве Кин Чен Нама, четвертый по счету, задержан в Малайзии. Это 46-летний гражданин КНДР, которого полиция подозревает в причастности к убийству брата северокорейского лидера в аэропорту Куала-Лумпур. Сейчас разыскивают еще троих людей, которые причастны к смерти Кин Чен Нама. Тем временем КНДР требует от малайзийских властей немедленной передачи тела убитого. Официальные лица от Северной Кореи уже заявили, что не признают результатов вскрытия, которое провели в Малайзии. По словам посла Кан Чоль, малайзийская сторона проводит судебно-медицинскую экспертизу без разрешения и свидетелей. Поэтому результаты вскрытия власти КНДР категорически отвергают. Напомним, единокровный брат главы КНДР Кин Чен Нам жил за пределами страны и был известен публичными высказываниями против династического наследования поста правителя в Северной Корее. Он был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Предположительно, его отравили шпионы из Северной Кореи. Ранее полиция задержала двух женщин. Они главные подозреваемые в убийстве Кин Чен Нама и одного мужчину. По данным малайзийских властей, одна из женщин 25 лет является гражданкой Индонезии. У второй 28-летней имелся при себе вьетнамский паспорт. Взятый под стражу мужчина является приятелем одной из подозреваемых. Министр окружающей среды Германии перешла в официальное вегетарианство. Об этом пишет немецкая газета Bild. По ее данным, министр Барбара Хендрикс распорядилась потчивать журналистов и официальных гостей министерства только вегетарианскими блюдами, отказавшись от поставок рыбы и мяса. Более того, кушание для приемов и фуршетов по распоряжению министра должны готовить исключительно из органических продуктов, а также из сезонных и местных овощей и фруктов. Таким образом, Барбара Хендрикс хочет подать пример правильного отношения к окружающей среде и бороться с негативными для природы последствиями употребления мяса человеком. К счастью для сотрудника ведомства, блюда в столовой министерства будут готовить по старинке из мяса и рыбы. Свою коллегу критикует министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Кристиан Шмидт. Он отстаивает свободу выбора, а не патернализма. Кроме того, для сбалансированной диеты необходимы и мясо и рыба, считает министр. Венгерский фильм «On Body and Soul» «О теле и душе» получил «Золотого медведя» главный приз 67-го Берлинского кинофестиваля. Действие картины разворачивается на скотобойне в Будапеште, которая становится местом действия для удивительно красивой истории любви. Председатель жюри «Берлинали» голландский режиссер Пол Верховен сказал, что все члены жюри сразу же влюбились в этот фильм, потому что он напомнил людям о том, что слишком часто забывается в повседневной жизни, о сострадании. Мы хотели представить вам очень простой фильм, как стакан воды, и это было рискованно. Вся моя команда, мои коллеги и я верили в это, но мы не могли знать, приобщаться ли к этому зрители, потому что этот фильм доступен только обладателям щедрого сердца. Вторая по значению награда «Гран-при жюри» была вручена документальной ленте «Фелисите» Олена Гоми, о певице, работающей в одном из баров Киншатсы, столице Конго. «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру получил финский кинорежиссер Аки Каоресмяки, представивший фильм «The other side of hope» – «Другая сторона надежды». Примечательно, что два дня назад Каоресмяки объявил о завершении карьеры. Лучшей актрисой на «Берлинале» в этом году стала Ким Минхи из Южной Кореи, сыгравшая в фильме «Хона Сансу» в одиночестве на пляже ночью. «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль получил австриец Георг Фридрих благодаря работе немецкого режиссера Томаса Арслана «Брайт Найтс. Светлые ночи». Награда за лучший сценарий досталась одному из фаворитов этого года – фильму «A Fantastic Woman. Фантастическая женщина» чилийца Себастьяна Лелио. Церемония награждения победителей была кульминацией 10-дневного фестиваля, во время которого зрителям продемонстрировали 18 конкурсных и более 400 вне конкурсных лент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова